Всем привет! Это Realme Watch S. И в этом видео мы поговорим с вами о этих интересных часах. И так как эти часы я тестирую достаточно давно, я расскажу вам еще и опыт использования. По внешнему виду смарт-часы имеют стеклянное покрытие, корпус сделан из металла по боковой части и на обратной стороне пластиковый, а также резиновый ремешок. Он, кстати, себя очень хорошо зарекомендовал. Мне нравится, что ремешок стилизованный, и здесь есть надпись Realme, и также надпись ширины ремешка, если вдруг вы забудете. Если ближе смотреть на кнопочки, то они выглядят очень даже прикольно, стильно, имеют тоже такую свою архитектуру и дизайн, что дополняет стиль этих смарт-часов. В этом видео я хочу порекомендовать подписаться на канал в Телеграме Realme Украина, где происходит публикация различных интересных постов, связанных с Realme. Также информация о скидках на девайсы Realme. Также конкурсы на гаджеты Realme. Например, недавно разыгрывали три пауэрбанка Realme 10030-ваттных. Или вот сейчас разыгрывается смартфон Realme C11. До 11 мая можно будет его выиграть, поэтому по ссылочке в описании переходите и участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть Realme C11. После Realme C11 я знаю вам такой небольшой инсайт. Будет розыгрыш смарт-часов Realme Watch S. Поэтому обязательно переходите в канал Realme Украина. Как я и говорил, это будет небольшой опыт использования. И как вы можете заметить, уже на верхней части металл я задел за стенку и остался небольшой след. На самом деле я так серьезно черканул стенку и думал, что след останется больше. Но, как вы видите, смарт-часы выдержали. В комплекте идет вот такая USB зарядочка. Она на магните, которая прикрепляется к смарт-часам. Если повесить, то в принципе Realme Watch S не падает. Но если подергать, то могут упасть. Хотя, смотрите, о, вот. Можно играть в поймай рыбку на магнитике. Тоже прикольная идея. В отличие от старшей версии, Watch S не имеет AMOLED-экрана. Он здесь обычный IPS. Но при этом имеет датчик автояркости, который находится вот здесь в верхней части. Соответственно, вечером, когда не такой яркий свет вокруг, то часы становятся тусклее. Единственное, что нужно выставить эту автояркость вот здесь в этой части. Можно, видите, поставить 1, 2, 3, 4, 5 максимальная яркость или автояркость. Также в этой боковой части мы видим процент заряда аккумулятора, соединение по Bluetooth с смартфоном, дату. Также мы можем здесь включить режим ультра-энергосбережения. Вот так он выглядит. Для того, чтобы выйти из энергосбережения, необходимо просто зажать эту верхнюю клавишу. И мы также можем включить режим не беспокоить и перейти в настройки. Настройки здесь не очень-то обширные, но тем не менее они есть. Здесь можно настроить включение экрана по подъему с запястья, включить или выключить мониторинг пульса, включить или выключить режим не беспокоить. И режим темный экран имеется в виду, когда выключается экран смарт-часов. Здесь диапазон от 5 до 15 секунд. В общих настройках мы можем изменить яркость дисплея, интенсивность вибрации и включить режим энергосбережения. И последнее это система, где можно перезагрузить, выключить, сбросить настройки или почитать нормативную информацию о смарт-часах. Функциональные возможности смарт-часов можно разделить на две части. Настройку непосредственно на часах, например, добавить будильник, перейти в настройки, отчеты о тренировках посмотреть сегодняшние, включить какую-то из тренировок, а здесь их аж 16. Также есть возможность посмотреть погоду на ближайшее время, включить мониторинг пульса, включить мониторинг кислорода в крови, также управление музыкой. Я, кстати, иногда переключаю треки, когда слушаю музыку в автомобиле, здесь отображается и, соответственно, могу еще и регулировать музыку и громкость. Ну, не всегда это удобно. Есть режим медитации и есть еще режим сна, который мониторинг показывает сон и во сколько было пробуждение, во сколько ты лег, какие фазы сна. Это все еще можно дополнительно посмотреть в приложении, я об этом покажу. Есть секундомер, есть таймер по времени, есть обнаружение смартфона и возможность управления камерой. Нижней клавишей можно сразу же перейти в спорт режимы. Один из самых интенсивных режимов, которые я использую, это ходьба. Я хожу по утрам некоторое расстояние. Вот, из-за того, что карантин, поэтому другие режимы не было возможности использовать, но, возможно, в будущем я и планирую там и плавание попробовать, и велосипед, и все остальные штуки. Но пока вот была ходьба. Ходьба по району. Теперь по коннекту часов с смартфоном. Для того, чтобы все было соединено, необходимо, чтобы было установлено приложение Realme Link. Здесь нужно зарегистрироваться, это не проблема. И необходимо, чтобы были подключены ваши часы, сопряжены. В данном случае, видите, сопряглись часы. У меня есть еще Buds Neo, Buds Pro наушники. И, соответственно, здесь они тоже отображаются. Переходим непосредственно в Realme Watch S. И тогда сразу же происходит синхронизация данных, для того, чтобы подгрузить все актуальные данные. И само приложение выглядит очень круто, работает достаточно стабильно. И мне нравится, что здесь все достаточно приятно реализовано. И перед тем, как я расскажу вам о своих замерах шагов, сна и всего остального, перейдем в настройки приложения и посмотрим, что же позволяет приложение сделать с смарт-часами. И как их дополнительно настроить. Во-первых, галерея циферблатов. Здесь она насчитывает более 100 различных циферблатов. Что весьма приятно, потому что в большинстве смарт-часов их тупо не хватает. Или если они и есть, то они не очень-то приятные. Здесь же выбор достаточно большой. И люди, которые любят что-то новенькое, интересненькое, всегда могут для себя подобрать прикольные скины, можно сказать, рабочего стола часов. Будем так это говорить. Давайте какой-нибудь скин поменяем, для того, чтобы увидеть еще палитру цветов. И просто как вообще, насколько круто смотрится экран. Вот смотрите, такая вот красивая картиночка. По моим меркам, допустим. Я так подумал. Загружено. Выполнено. И теперь давайте смотреть, как это смотрится на смарт-часах. Если мы смотрим в сравнении с смартфоном, то, согласитесь, весьма неплохо смотрится. И это еще не максимальная яркость смарт-часов. Да, возможно, цветовая передача не такая сочная, как на смартфоне. Но, извините меня, это AMOLED-экран. А здесь IPS-обычный экран. Кроме скинов, мы можем включить или выключить напоминание о вызовах, уведомления. И также настроить конкретно каждое приложение, от которого я хочу получать или не хочу получать уведомления. Или вообще показывать только тогда, когда выключен экран, уведомления. Это тоже достаточно удобно. Напоминание о необходимости встать. Я себе всегда вставлю это на всех смарт-часах, которые тестирую. Потому что сидячий образ жизни это не очень круто. И поэтому нужно ходить, нужно двигаться. И это важно. Вот такое напоминание я, конечно же, оставил. О необходимости пить воду. Также считаю необходимым это напоминание. И пусть оно стоит. Ничего страшного, мне оно не мешает. Можно включить, можно выключить. Также есть круглосуточный мониторинг пульса. Как вы видите, у меня он включен каждые 5 минут. Но вот насчет быстрого или медленного пульса уведомлений я отключил. Управление воспроизведением музыки, камерой. Поиск телефона также работает. Погода работает. И вы видели, я показывал вам. Цели также, в принципе, работают. Обновление устройства, как я и говорил, приходило. Я сделал скриншот о обновлении. Версия 1.3.0.51. И, в принципе, во время обновления, здесь вот некоторые нюансы, которые связаны с обновлением. Обновил достаточно быстро, это хорошо. По сути, по части настроек все ясно и понятно. Теперь, что касается измерений шагов. Здесь все в приложении реализовано очень приятно, красиво. Например, вот видите, сегодня я с утра, с 6 утра делал активность. И вот сейчас сижу работаю, никакой активности нет. Я прошел расстояние 4.53 километра. Сжег кое-какое количество калорий. Могу переключиться на предыдущий день, если мне нужно. И вы видите, здесь не было у меня активности. Но дело в том, что эти часы я просто положил и не трогал, просто их снял и забыл. Видите, предыдущий день тоже была активность. И так еще одна активность, еще активность и так далее. Если мы перейдем в недельный режим, мы видим, есть ряд активностей. Если мы перейдем в месячный режим, вот начало мая и по сути есть активность в апреле. Также мы видим активность. И тут у меня был некоторый перерывчик. Вот в марте тоже я делал активность на этих смарт-часах. То есть, они носил их с собой. Все красиво, очень реализовано. Видите, очень круто. То есть, можно вообще в годовой план поставить. И мы видим по месяцу. Вот апрель у меня был самый активный. 141 596 шагов. Вот 34 тысячи 59 тысяч. Вот среднее расстояние, сколько килокалорий, сколько в среднем шагов я прошел. Все это очень круто выглядит и красиво реализовано. Точно так же красиво реализовано и режим отслеживания сна. Вы можете видеть, во сколько я лег, во сколько я проснулся, сколько я спал. И какой у меня был сон. Также измерение пульса во сне, что тоже весьма приятно. И также мы переходим в недельную статистику. И мы видим, вот я как раз забыл эти часы. И вот у меня здесь не отображено. Здесь измерение пульса во сне. И еще куча, куча интересных данных. И все эти данные, они нормальные, они работают. И вот мы даже видим статистики месяца. Вот видите, апрель у меня 3 дня у меня были пропущены. И в марте вы тоже можете видеть ряд отслеживаний сна. И так же средний сон. И так далее, и так далее. Вот по неделям, вот неделя, неделя. Можем зайти, посмотреть глубокий сон, легкий сон, быстрый сон. Очень круто, все красиво реализовано. Также мы заходим в пульс. И здесь мы так же отслеживаем по неделе, по месяцу. То есть ряд измерений. Видите, все-все-все замеряется. Средний пульс, максимальный пульс, минимальный пульс. В годовом режиме, видите, все-все-все измеряется. Очень круто. Это действительно правильно. А вот, например, кислород я не мерял. Хотя, когда часы эти у меня были, по идее у меня была необходимость. У меня был вот этот вот карантинный режим. И еще есть журналы упражнений, прогулки на улице. Смотрите, как все красиво здесь реализовано. Все прям четенько написано, показано. Вот 4,1 километра в среднем. Вот среднюю скорость, шаги. Все, что я вот сегодня делал, видите, все отображено здесь. И темп, и среднюю скорость, и длительность тренировки. В общем, все это я сегодня делал. 5, 0, 5. И можно посмотреть, вот видите, прогулка на улице. И многие дни вы видите, да, 5, 3, 1, 30, 23, 22, 21, 20. Видите, 16, 15. Вот я включал, когда эту прогулку. И оно даже, видите, отслеживает территорию. Но оно отслеживает не по своему GPS, оно отслеживает через смартфон. Потому что у меня все время были законнекченные часы к смартфону. К сожалению, Realme Watch S своего GPS-модуля нет. Конечно же, многих из вас интересует вопрос автономности. Заявленная автономность 15 дней. Но это средняя в зависимости от активности. То есть, нет такого, что вот прям только 15 дней. Например, когда у меня были часы не очень активном использовании, вы видите 36 дней с дня последней зарядки. Это действительно так. Но вот если мы посмотрим на последнюю зарядку, и вы видите мою активность. То есть, получается 82% и 4 дня с последней зарядки. То есть, получается, другими словами, при вот этой высокой активности, которую я сейчас делаю, эти часы проживут как раз именно в диапазоне 15 дней. Может быть, если вы еще сильнее будете нагружать тренировками, то эти часы могут прожить еще меньше. Вот. Но это у всех смарт-часов такое. Чем больше активность, тем меньше держится заряд. Логично, не правда ли? Кстати, сами смарт-часы достаточно долго заряжаются. Больше часа. Несмотря на то, что здесь аккумулятор 390 мАч. И в принципе, я не расстроен, что здесь нет супербыстрой зарядки. Так как разрядка идет достаточно долго. И прежде чем подводить итоги, давайте вспомним о их преимуществах. Во-первых, это внешний вид. Он реально презентабельный, очень хороший. Они такие массивные. Не каждому подойдут, но очень хорошо смотрятся эти смарт-часы. Второе, это 1,3 дюйма экран. Он достаточно большой. Он полностью круглый, без каких-либо там вкрапинок. То есть, это полностью круглый экран. Также к преимуществам отнесем автономность, заявленную 15 дней. Но на самом деле, видите, бывает и больше. И дополнительно, наличие измерения кислорода в крови. Как мы видим, результат 94%. И это не очень-то хороший результат. По той причине, что я сижу в закрытой комнате. И если я открою окно, то будут посторонние звуки на видео. И в общем, кислорода стало поменьше. Но если я сейчас похожу и подышу свежим воздухом, результат будет повыше. А давайте это и сделаю. И вот, я, пожалуйста, пришелся, вышел на улицу, подышал свежим воздухом. Вот, видите, 97%. Пожалуйста, сидел в комнате было 94%. Сейчас 97-98%. Вот так результат. Теперь, что касается стоимости. На Алиэкспрессе данные смарт-часы продаются по цене 55-65 долларов в зависимости от продавца. В России 7490 рублей цена. В Украине данные смарт-часы будут продаваться только с 11 мая. На старте продаж, если я не ошибаюсь, они будут стоить 1999 гривен. И далее с 1 июня цена будет 2100 гривен. Теперь давайте зададимся вопросом, а стоят ли эти смарт-часы этих денег? В принципе, если мы говорим о качестве экрана, о качестве корпуса, о том качественном приложении, в которое вложили сериал МИ, то да, эти смарт-часы действительно стоят своих денег. Некоторые считают, что на Алиэкспрессе есть и другие достойные варианты смарт-часов других брендов. Но я вам скажу так, что другие достойные варианты, они достойны ровно столько, сколько они стоят. Чем дешевле смарт-часы, тем где-то сэкономил производитель на них. Поэтому все зависит от того, чего вы хотите. Может быть вы хотите еще круче часы, и возможно вам есть смысл присмотреться не к Watch S, а к Watch S Pro. Как вариант. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях. Ну и я думаю, что в кое-какое время эти часы останутся у меня. Я буду еще продолжать ими пользоваться. Поэтому смогу ответить вам на вопросы. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.